Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Судей. И сегодня мы будем читать вторую главу этой книги. В ней рассказывается о том, как ангел Господень обличает израильтян за ослушание. Смерть Иисуса Новина, новое поколение израильтян отступило от Господа. Господь и гневается на израильтян и в то же время жалеет их. Вот об этом рассказывает эта глава. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и в Вифиль к дому Израилеву, что значит к дому Израилеву, то есть ко всем евреям, и сказал им, так говорит Господь, я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал, я не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, богам их не поклоняйтесь, изваяния их разбейте, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали глаза моего, что вы это сделали. И потому, говорю я, не стану уже переселять людей сих, которых я хотел изгнать, не изгоню их от вас, и будут они вам петлёю, и боги их будут для вас сетью. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал от всего, и называют то место Бухим, Бухим – это значит плачущие, там принесли они жертву Господу. Вот здесь мы видим, что за тот компромисс, который допустили евреи, не изгнав народы Ханаана, они вызывают на себя гнев Божий. Но Господь готов принять любое наше решение, потому что Господь наделил нас всех свободной волей. И хотя Господь не одобряет этого решения израильтян, чтобы среди них жили язычники, Господь говорит, ну, если вы так решили, пусть они среди вас будут жить. Они же станут для вас петлёю. То есть вы убедитесь в том, что призыв тотально изгнать их, он был оправдан. Далее говорится, когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свой дом, каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю. Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие он сделал Израилю. То есть пока был жив религиозный лидер, пророк Иисус Новин, непосредственный ученик Моисея, Моше, то народ ещё держался. Они ещё держались в вере, хотя они уже допускали отступление от воли Бога. Умер Иисус Новин, ещё оставались старейшины, которые жили какое-то время, и пока оставались эти люди, они тоже поддерживали народ, но когда и их не стало, начинаются проблемы. Восьмой стих. «Но когда умер Иисус, сын Новин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его, фомнав в сарай на горе Ефремовой, на север от горы Га-ша, и когда весь народ он и отошёл к отцам своим, то есть когда все те, которые были помощниками Иисуса Новина, отошли к отцам своим, то есть померли, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его». То есть они не видели чудеса Господние, и они не изучали его закон. Потому что слова «не знал Господа» – это означает не знать его закона. Так, например, блаженный Иероним Стридонский, отец церкви, писал, «не знать Писание означает не знать Христа». И мы читаем далее. «Тогда сыны Израилевы стали делать злое предачами Господа и стали служить валом». Перед глазами не было хороших примеров. Закон Божий не изучали, и как результат они начали служить языческим богам, стали служить валом. Здесь это слово во множественном числе, то есть как бы культ вала и культы подобные культу вала. Или имеется в виду, что разные были капища одного и того же вала, а они разбросаны по земле. Культ вала – это культ с жертвоприношениями детей. «Оставили Господа Бога, отцов своих, начав служить валу, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, и оставили Господа, и стали служить валу». Здесь имя валу в единственном числе, и астартом. А имя астарты во множественном числе. Конечно, загадка, но не все мы можем понять из того, что написано в Слове Божьем. В древности был один епископ, который очень хотел понять, а как жил Иисус Христос после 12 лет, от 12 и до 30 лет, когда он выходит на общественное служение, когда происходит явление Христа народу. И он молился, чтобы Господь ему показал. И в сонном видении он видит человека, который строгает, это взрослый мужчина с бородой, и тенейджера, подростка, который подбирает эти стружки и складывает в корзину. И он понял, что это Иосиф и Иисус. Потом появилась Дева Мария, и она позвала их к обеду. А этому епископу было интересно посмотреть, что будет дальше. И он подходит к двери, за которой святое семейство обедает, приоткрылась дверь и смотрит. А Иисус спрашивает, «Вот есть тарелка для Иосифа, есть тарелка для тебя, мама моя, есть тарелка для меня, а где тарелка для того, который стоит за дверью?» Епископ испугался и сразу проснулся. То есть вот в некоторые тайны пытаться проникнуть – это как бы момент дерзости. И мы понимаем то, что мы можем вместить. И по мере того, как жажда постижения слова увеличивается, то и вмещаемо больше. Далее рассказывается о том, как Господь и гневается на израильтян, и жалеет их. Ну, как это свойственно и родителям, они могут и гневаться, но и всегда жалеют своих детей, даже в тот момент, когда их наказывают. «И воспылал гнев Господь на Израиля, и предал их в руки грабителей, грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими». То есть они перестали подчиняться воле Бога, и теперь они получают то, что они получают. «Куда они не пойдут, рука Господня везде была им во зло. Как говорил им Господь, и как клялся им Господь, им было весьма тесно». То есть Господь их предупреждал, что если они не будут следовать его воле, значит, он поклоняется другим богам, что ничего хорошего не будет. «И воздвиг им Господь судей, судей наподобие вот того Иуда, которого призвал Господь с его братом, и воздвиг им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их, но судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов, и поклонялись им, и раздражали Господа, скоро уклонялись от пути, каким ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним». То есть они уклонялись от пути отцов, которые повиновались заповедям Господним. Вот старейшины, которые остались после Иисуса Новина, они отчасти выполняли функции судей. Но здесь это служение уже начинает становиться таким очевидным. «Когда Господь воздвигал им судей, то Сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь». То есть Господь жалел тех, кого Он наказывал. «Слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и не отступали от строптивого пути своего». То есть пока над ними был судья, надзиратель, судья имел власть казнить, вершить суды Божии, они слушались. Когда судья умирал, они опять расслаблялись. То есть они могли быть благочестивыми из-под палки. А разве Богу это нужно? «И воспылал гнев Господь на Израиле, и сказал Он, «За то, что народ сей приступает завет Мой, который я поставил с отцами их, и не слушает глаза моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, сын Навин, на земле, когда умирал». То есть вот тех, кого Иисус изгнал, да, а вот кого Он не изгнал, и это должны были сделать те, которые остались после Его смерти, они теперь тут остаются. Для чего? «Чтобы искушать ими Израиля, станут ли они держаться пути Господни и ходить по Нему, как держались отцы их или нет? И оставил Господь народы сие, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса». Что мы здесь видим? Народ был очень строптив, и Господь принимает решение, что Он не будет изгонять эти народы. Почему? Давайте вспомним. В Библии говорится о том, что апостол Павел очень переживал, что от Бога ему было дано жало в плоть. Ангел сатаны удручал его через плоть. Какие-то вот плотские движения такие. Печальные для апостола Павла. И Павел молился много раз, чтобы Господь его освободил. Но Господь ему сказал, «Достаточно тебе, милости моей, ради чрезвычайности положения, служения твоего, дано тебе жало в плоть, имей в виду, чтобы ты не возгорделся». Еврейский народ при всех там минусах, он был превознесен над всеми народами, над всеми племенами и над всеми языками. Поэтому с них Господь спрашивал значительно строже. И Господь оставил тех, которые искушали их. потому что, если бы еще не было бы искушений, они бы уверовали в то, что они боги и разделили бы участь с дьяволом в аду. А стесненные обстоятельства и искушения помогали им время от времени переживать покаяние. Особенно, когда Господь посылал к ним судей, которые были движимы Духом, Святым Духом Божьим. Итак, сегодня мы окончили чтение второй главы. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем изучать третью главу книги судей. Подписывайтесь на библейский портал «Экзогет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Берегите себя. Спасибо вас, Христос. Субтитры создавал DimaTorzok